МИД, НАЦБАНК и ГПУ возглавят новые люди. Бойцам АТО президент обещает статус участников боевых действий. В нашем итоговом выпуске о некоторых событиях этого дня. Меня зовут Марина Ткаченко. Здравствуйте. Транзит российского газа в Европу через территорию Украины идет без перебоев, несмотря на аварию на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области. Об этом сообщает «Газпром». Это не единственная авария на газовой системе Украины. Возможно, они еще будут, говорят в «Газпроме». Трубопровод нужно поддерживать в работоспособном состоянии. Труба стареет и в какое-то время происходят разрывы, сказал журналистам зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, которого цитирует РИА Новости. Напомним, 17 июня произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Высота огня достигла 100 метров, диаметр возгорания 300 метров. Пострадавших нет. Взрыв на газопроводе не влияет на объем транзита газа в Европу, заявили в компании «Укртрансгаз». Он осуществляется по резервной ветке в полном объеме. Что касается самого факта, правоохранители не исключают диверсию. Министерство иностранных дел располагает доказательствами передачи России вооружения боевикам в Восточной Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства. 6 июня после отражения атаки террористов в пункте пропуска Мариновка Донецкой области на месте боевых действий был найден ящик от изделий 9М39. Переносной ракетно-зенитный комплекс «Игла». Упаковочный лист, который находился в ящике, свидетельствует о том, что указанные ПЗРК хранились с 2001 года в военной части противовоздушной обороны вооруженных сил РФ города Ейск Краснодарского края. Последняя отметка о проверке их наличия в месте хранения на складе воинской части датирована 12 апреля. Таким образом, еще 12 апреля указанные ракетные комплексы хранились на военной базе вооруженных сил России в Ейске, а уже 6 июня использовались террористами при штурме пункта пропуска Мариновка на украинско-российской границе. Передача ПЗРК террористам подтверждает факты прямого вмешательства России во внутренние дела Украины и поддержку Российской Федерации терроризма, подчеркнули в украинском ведомстве. Боевики обстреливают жилые кварталы, чтобы дискредитировать украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер антитеррористической операции Владислав Селезнев. Террористы обстреливают Краматорск и Славянск. Также Селезнев добавил, что силы АТО ведут только точечный огонь. По местам базирования боевиков, по их благпостам, руководствуясь проверенными данными разведки. Также поступила информация из Генпрокуратуры. Начато уголовное производство в отношении должностных лиц Вооруженных сил и Оперативного штаба АТО из-за сбитого под луганском самолета Ил-76. Согласно сообщению, они проигнорировали данные об активной деятельности террористических группировок вблизи аэропорта Луганска и не приняли меры по безопасной посадке самолета в районе проведения антитеррористической операции. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что в украинской армии появится четвертый вид вооруженных сил. К сухопутным войскам, воздушным и военно-морским силам добавятся силы спецопераций. По словам главы Минобороны, такие войска было решено создать из-за последних событий на востоке страны. Антитеррористическая операция, которая затянулась на два месяца, показала, что украинская армия не готова к подобным вызовам, сказал Коваль. В дальнейшем придется отрабатывать навыки быстрого реагирования на подобные нападения на страну. Создавать новые вооруженные силы будут на базе некоторых воинских частей, которые пока не называются. Также исполняющий обязанности министра обороны пообещал закрыть границу с Россией в ближайшее время. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Виталия Яремы генпрокурора. Также предлагается освободить Олега Махницкого от исполнения обязанностей генерального прокурора Украины. Напомним, сейчас Ярема занимает должность первого вице-премьера и отвечает за силовой блок Кабмина. Также президент внес в парламент проект постановления об отставке Степана Кубева с должности главы Национального банка Украины и назначений на эту должность Валерии Гонтаревой. Напомним, главком 3 июня сообщал, что председатель Нацбанка Степан Кубев подал в отставку. Кадровые изменения ждут и украинский МИД. Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект постановления о назначении министром иностранных дел Украины Павла Климкина. До подписания документа о назначении Климкина обязанности главы внешнеполитического ведомства исполняет Андрей Дещица. Дещица поддержал предложенную президентом кандидатуру на пост главы Министерства иностранных дел. Об этом он написал на своей страничке в Твиттер. Поддерживаю представление президентом кандидатуры Климкина. Знаю Павла как эффективного специалиста, сам готовый дальше работать с ним на благо Украины, написал исполняющий обязанности министра иностранных дел. И еще на один вопрос среди прочих важных сегодня дал ответ президент Украины. Петр Порошенко уверяет, все военнослужащие, которые были или будут задействованы в проведении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, получат статус участников боевых действий. Исполнение поручения находится на личном контроле главы государства. Таковы были новости среды. Больше узнавайте на сайте главком.